ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ В СТРАНЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ Здравствуйте, друзья мои, ребятишки! Привет, Флинт! А я в плавание отправляюсь! Здравствуй, Сонечка! В какое плавание? Здравствуйте, Василий Андреевич! Представляете? Мы с родителями на теплоходе поплывём. Будем разные города осмотреть, а спать в каюте. Вот здорово, правда? Только это будет на каникулах. Ну ничего, время летит быстро, оглянуться не успеешь и... Ты в дальнюю идёшь? Или так вдоль берегов помыкаешься? Что-что? Дальнее, так моряки называют кругосветное путешествие. Ой, нет, в кругосветное это слишком долго. Мы на пять дней по Волге. Фи! Да разве ж это плавание? Конечно! Мы много городов посмотрим. На теплоходе можно будет гулять по палубам, а для детей будут игры. Очень полезное путешествие, по-моему. Главное, интересное. Ничего вы не понимаете! Ну, конечно, от кругосветного я бы тоже не отказалась. Да и кто бы отказался? Вот разве что герой одной книги был бы не очень рад. Да? А что за книга? Её написал Константин Михайлович Станюкович, а называется она... Вокруг света на попугая! На попугая? Хм, ну вообще-то на коршуне. Всё равно странно. Вы уверены, что не на корабле? Так ведь это корабль так называется, коршун. А-а-а! Теперь понятно. А кто герой книги? И почему он был не рад? Молодой человек ученик выпускного класса кадетского корпуса. Что за корпус? Это дом такой. У нас вот дом 20, корпус 1, да? Нет, кадетский корпус это военная школа. И наш герой Владимир Ашанин должен был уже скоро закончить учиться. Как вдруг однажды пришёл директор и объявил молодому человеку, что очень скоро ему предстоит отправиться в кругосветное плавание на три года. Вот здорово! Все вокруг Володи тоже радовались за него и поздравляли, а он... Что ему не нравилось? Ведь это так интересно! Дурачина, потому что... Вот и мне так кажется. Ну, его можно понять, друзья мои. У него были планы, он хотел продолжать учиться. Ну, вот если тебе, Соня, сказать, что через неделю ты уплывёшь на три года. А-а-а! Ура! Да? А по родителям скучать не будешь? Хм, буду. А по сестре? Буду! А по друзьям? И в кино на мультик не сходишь, и за город на каникулах не съездишь, и... И по библиотеке тоже скучать будут? Да! Я поняла! Так вот резко, нелегко уехать. А давайте уже книжку читать, друзья! Конечно! Итак, открываем повесть Константина Станюковича «Вокруг света на коршуне». Наш друг пришёл домой, где его ждал уже дядя, довольный тем, как ловко он пристроил племянника. И ты, конечно, рад, Володя? Признаться, совсем даже не рад, дядя. Что? Как? Да ты в своём ли уме? Почти крикнул адмирал, отступая от Володи, и взглядывая на него своими внезапно загоревшимися глазками, как на человека, действительно лишившегося рассудка. Тебе выпало редкое счастье поплавать с молоду в океанах, сделаться дельным и бравым офицером и повидать свет, а ты не рад? Дядя за него хлопотал, а он... Не ожидал я этого, Володя, не ожидал. Ну что же ты хочешь, сухопутным моряком быть, что ли? У маменьки под юбкой всё сидеть? Презрительно кидал он. Да вы не сердитесь, дядя, позвольте сказать. Что ещё говорить больше? Уж ты довольно раздоложил, срам, покорно благодарю. С этими словами адмирал низко поклонился и даже шархнул своей маленькой ножкой и тотчас продолжал. А я-то, старый дурак, думал, что у моего племянника в голове кое-что есть, что он как следует молочина на своего отца будет похож, а он... Скажите, пожалуйста, совсем даже не рад. А чему ж вы были рады? Чего же вы молчитесь? Извольте объяснить, почему вы не рады? Горячился и кричал старик, переходя на «вы» и уснащая свою речь частицами «с», что было признаком его неудовольствия. Да вы не даёте мне слова сказать, дядя! Я слушаю! Извольте говорить! Я... Видите ли, дядя... Я, собственно говоря, и Володя, несколько смущённый при мысли, что то, что он скажет, совсем огорошит дядю, и, пожалуй, огорчит ещё больше, невольно замялся. Ну, что же, я пока ничего не вижу. Не мямли, нетерпеливо сказал маленький адмирал. Я имел намерение после выхода из корпуса поступить в университет и... Потом сделаться чиновником, строчить бумаги, чернильной душой быть, а? Перебил дядя-адмирал, казалось, вовсе не огорошенный словами племянника и даже не вспыливший ещё сильнее при этом известие, а только принявший иронический тон. То-то сейчас Мария Петровна говорила. Володя не любит моря, Володя хочет в университет, а потом строкулистом. Ай да карьера! Или, может быть, министром собираешься быть, а? Каким ведомством, полагаете, управлять ваше превосходительство? Насмешливо обратился старик к Володе. И снова меняет он, адмирал продолжил. Вздор, глупости, блажь! Я не хочу и слышать, чтобы ты был чиновником и не слыхал. Ничего не слыхал! Ты будешь моряком. И твой покойный отец этого хотел, и я этого желаю. Слышишь? Ты полюбишь море и полюбишь морскую службу. Она благородная, хорошая служба, а моряки – прямой, честный народ. Этих разных там береговых финтифантов до дипломатических тонкостей не знают. С морем нельзя, брат, криводушничать. К нему не подольстишься. Это все на берегу учится этим пакостям. А в океане надо иметь смелую душу и чистую совесть. Тогда и смерть не страшна. Какой ты строкулист, а? Ты и теперь настоящий моряк, а вернешься таким лихим мичманом, что чудо. И чего только не увидишь, а? Ну, довольно об этом. Через две недели мы тебя все проводим. Не так ли? Как же иначе, дядя? Отвечал Володя, задетый заживое словами дяди и уже соблазненный кругосветным плаванием. И ты не будешь трусить? Бабой не станешь? Не остромишь дядю? Надеюсь, ни себя, ни вас, отвечал весь вспыхивая юноша. Ишь, загорелся. Ишь, стали отцовские глаза. Эх ты, славный и смелый мальчик. Дрогнувшим голосом проговорил адмирал. И сразу смягчившийся и повеселевший, быстрым движением руки привлек к себе Володю, горячо обнял его и так же быстро оттолкнул, словно бы стыдясь при всех обнаруживать ласку. А что значит строкулист? Это кто-то вроде окулиста? Доктор такой? Нет, Сонечка, строкулист это не доктор, это чиновник. А кто такой чиновник? Ну, государственный служащий, ну, то есть тот, кто работает на государство. Чиновники занимаются оформлением бумаг, документов, а называются они так еще с дореволюционных времен, когда у государственных служащих были чины. А строкулист-чиновник, у которого чин был невысокий, а значит и работа не очень важная и ответственная. А почему Володин дядя стеснялся его обнять? Ну, он же адмирал, не солидно ему нежничать. Надо же, а мне кажется, он наоборот должен быть нестеснительный. Так что, Володя поплыл на корабле? А книга как называется? Вокруг света на коршуне. А, точно! Если бы не поплыл, книжка бы по-другому называлась. Или герой другой был. Но наш герой все же отправился в путь. Более того, он был уже рад своему приключению. Тогда давайте читать! Итак, все на борт! Только осторожнее, ведь плавание бывает порой очень опасным. Опасным? Почему это? Потому что это открытое море! И там бывают что? Ураганы! Ой-ой-ой! Да, наш коршун встретился с ураганом. Ну, а как это было, мы узнаем из книги Константина Станюковича. Гром грохочет, не останавливаясь. И с неба падают огненные шары. И перед тем, как упасть в океан, вытягиваются, сияя ослепительным блеском. И исчезают. Ураган, казалось, дошел до полного своего апогея и кладет на бок корвет и гнет мачты. Какой-то адский гул кругом. Сердце Володи невольно замирает в тоске. Ему кажется, что гибель неизбежна. Господи! Неужели умирать так рано? И в голове его проносятся мысли о том, как хорошо теперь дома, о матери, о сестре, о брате, о дяде-адмирале. Ах, зачем он послушал этого адмирала? Зачем он пошел в плаванье? Между тем, многие матросы спускаются вниз и с какой-то суровой торжественностью переодеваются в чистые рубахи, следуя традиционному обычаю моряков надевать перед гибелью чистое белье. В палубе у образа многие лежат распростерты в молитве и затем подымаются и пробираются наверх с каким-то покорным отчаянием на лицах, среди молодых матросов слышны скорбные вздохи, многие плачут. Не робей, ребята! Ничего опасного нет! Громовым голосом кричит в рупор капитан. Но его голос не долетает с заглушаемой ревом урагана. Однако, спокойный его вид как будто вселяет надежду в сердцах этих испуганных людей. Корвет все чаще и чаще начинает валить на бок, и это капитану очень не нравится. Он оборачивается и, подозвав к себе старшего офицера, кричит ему на ухо. Топоры, чтоб были готовы, рубить мачты в случае нужны! Есть! Отвечает старший офицер и, спускаясь с мостика, торопливо пробирается, держась за леер, выполняя приказания. Уфок и грот мачт стали люди с топорами. Но ураган распорядился сам. Крот мачты вдруг закачалась, и едва только успели отбежать люди, повалилась на подветренный борт, обрывая в своем падении ванта и токелаж и валя корвет еще более на бок. Волны, громадные волны, были совсем близко, и, казалось, готовы были залить корвет. Все невольно ахнули и в ужасе крестились. Мачту за борт! Скорей рубить ванты! Крикнул в рупор капитан, и лицо его побелело. Прошло несколько ужасных мгновений, корвет почти лежал на боку, а Шанин невольно зажмурил глаза и бессмысленно шептал «Господи, да за что же, за что?» Наконец, ванты были обрублены, и грот мачта исчезла в волнах. Корвет поднялся, и лицо капитана оживилось. Ужас какой! Хорошо, что они спаслись. Почему ты так уверена? А потому, что мы книгу и до середины не дочитали. Молодец, Сонечка. Теперь я понимаю, почему Володя не хотел плыть. Э, нет, не из страха. Наоборот, он очень переживал, что показал слабость, пока капитан не признался ему, что и он тоже боялся. Да тут кто угодно испугается. Помнишь, как его дядя перед отплытием спрашивал, не страшно ли ему будет? Так-то. Тут уж и плавать передумаешь. Нет, Володе было интересно увидеть страны, о которых большинство его соотечественников и не слышало никогда. Как не слышало? Разве им в школе не рассказывали про все страны? В те времена все было иначе. Почти все матросы на борту Коршуна были безграмотные. Как? Они даже читать не умели? Не умели. Взрослые? Ну да. Начальное образование стало у нас обязательным только в 1918 году. Но это не значит, что раньше никто не занимался образованием. Ведь даже во время плавания у команды были уроки. Какие уроки? Ну, большинству было очень интересно. Поэтому они добровольно учились. Но тех, кто не хотел, конечно, не заставляли. Ой, в школе бы так. Учили только тех, кто хочет. А кто не хочет, отдыхают. Ну, вы же не матросы. Паруса не меняете, палубы не драете. На весла, если что, не сядете. С вами и разговор другой. Эх, похоже, что так. Ничего. Может, еще освоите морскую науку. Ну, не всем же быть матросами. Некоторые, вот, писатели. А между прочим, писатель Константин Станюкович тоже моряком был. Плавал на разных кораблях, а потом своим приключениям в книжках описывал. Правда? Конечно, правда. И обучением неграмотных он тоже занимался. И все идеи, которые высказывал капитан Коршуна, близки нашему автору. Какие идеи? Ну, о том, что надо помогать матросам, поднимать их культурный уровень. Ведь тогда было принято запугивать их, забивать, общаться только руганью и побоями. Ужасно. Да, и это не нравилось таким людям, как Станюкович. И таким, как капитан в его книге. Именно. Вот бы побывать на таком уроке, где взрослых учат. Ну, интересно. А почему бы и не побывать? Ну, как? А я думаю, мы все приглашены на открытый урок, раз уж он в книге описан. Точно! Тогда давайте читать! В два часа снова свисток и команда «Вставать, мыться, грамоте учиться!» Подтягиваясь и зевая, поднимаются матросы, обливают свои лица водой из парусинных ведер и затем начинаются занятия. От двух до четырех часов палуба корвета представляет собой огромный класс, в котором происходит занятие под главным наблюдением гардемаринов. Часть сидит за азбуками и читает по складам, другие читают довольно бегло, третьи занимаются арифметикой. Несмотря на то, что занятия начались не более месяца, и на корвете из 170 человек грамотных было только 50 человек, теперь почти все уже выучились читать. Почти все матросы учатся охотно, вероятно, благодаря отсутствию принуждения. Соревнования и награды еще более увеличивают эту охоту, так как в воскресенье матросы, сделавшие за неделю хорошие успехи, получают похвалу от капитана, а лучшие, кроме того, по доллару и по книге для чтения. Только 10 человек из старых матросов положительно отказались от обучения. В их числе были и оба боцмана. Не желаем, ваше благородие! Их, разумеется, не преневоливали. По окончании классов на палубу выносится громадный глобус, на котором крупной чертой был проложен путь Коршуна от Кронштадта, и на котором ежедневно отмечалось пройденное расстояние. Кто-нибудь из гардемаринов прочитывал популярную лекцию по географии, и вокруг толпилась масса внимательных слушателей. На следующий день вместо географической лекции читались лекции по русской истории, и интерес еще более возрастал. А на третий день кто-нибудь из молодых людей читал вслух какое-нибудь из подходящих произведений Пушкина, Гоголя, Тургенева, Писемского и Григоровича. Внимали этим чтением матросы восторженно. Особенно им нравились записки охотника и Антон Горемыка. Это все правда. Так оно и есть. Верно, братцы, написано. Так восклицали после чтения матросы. А нам вслух не читают. А мы что тут делаем? Ну, я имела в виду на уроках. И деньги за хорошее обучение не дают. А у нас в библиотеке все книги бесплатные. Да, это очень здорово. Вот сегодня я опять у вас книгу возьму. Очень хочется дочитать про путешествие на коршуне. Но ты же понимаешь, что это должен быть совсем не коршун, а попугай. Причем тут вообще этот коршун? Ой, Флинт, теперь мне еще больше захотелось в плавание. Пусть оно будет и не кругосветное. Но, может, однажды я отправлюсь и в дальнюю. Только бы без ураганов. А пока можно мечтать о путешествиях, читая замечательную книгу Константина Станяковича «Вокруг света на коршуне». Да. До свидания, Василий Андреевич. Пока, Флинт. До встречи, Соня. Всем пока! В стране литературных героев